И всем привет, ребят! С вами Мистер Манки. Сегодня я записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. И сегодня мы вместе с вами будем обозревать новый обновленный страйкер. Сегодня скатаем сразу же на двух устройствах, которые у нас видоизменились, обновились и стали намного интереснее. По сути, оглушение страйкер вернулся в немного старую мету, но обои головки стали смотреться поинтереснее. Что одно, что второе устройство на страйкер, что пробитие, что оглушение, теперь наносит статус эффекты за каждый критический выстрел. И мы сегодня вместе с вами посмотрим, насколько это серьезно, насколько это будет работать в рамках матчмейтинговых боев и насколько это эффективно. По комбинации мы сегодня, конечно же, берем Диктатора, берем Дрон Гиперион. Для меня это, ну, наверное, на сегодняшний день лучшая камбуля для страйкера. Да, то есть Диктатор в предпочтении, в приоритете, в лучшем виде для этой пушки подходит 100%. Ну и Дрон Гиперион тоже, ну, наверное, лучший вариант, который есть. То есть Кризис так сочно не будет смотреться на этом страйкере, как Гиперион. Катаем, я думаю, что несколько боев, если они будут с досрочками. Если это будут катки без досрочек, то сыграем один боечек. И в рамках этого одного боя, где-то в середине, переоденем устройство на второе. И заодно заценим уже, как работают два устройства после обновления. Я, честно, уже пару выстрелов на страйкере с оглушением выдал. О, меня запикнуло на песочный ремастер. Прикольно, такой у меня крит. Пару сводочек дал. Сводка сводится подольше, нежели это было раньше. Но практически на одном месте станом можно держать, если давать на постоянной основе стан. И плюс есть еще очень интересная реализация за счет сводки и наноса оглушения и сразу добавки обычным выстрелом. А если у вас есть еще криты, то вы просто обычными выстрелами можете встанить типа и держать его, грубо говоря, в одной позиции. Так, но нас запикивает на не лучший режим, наверное, для реализации нашего вооружения. И это джаггернаут. Я не знаю, что я здесь буду делать на джаггере. Но пробуем, пробуем, играем. Смотрим вообще, что будет получаться. Я на страйкере обычном без дистанционки уже довольно длительный период времени не играл. Поэтому могут быть промахи и может быть даже большое количество промахов. Но посмотрим. Надеюсь, что все получится. По оглушению есть иммунка у одного противника. И у него как раз таки не вот этот вот страйкероводчик. Так, пробуем понаносить урон по 1800. То есть дефолтный урон у страйкера есть. И плюс с этим дефолтным уроном у вас есть еще возможность наноса дополнительных статус эффектов по противнику. Я считаю, что это очень полезная вещь. Так, но нам бы неплохо было бы этого джаггера слить. Он уже, наверное, на тычку остался. Пока что работают так чисто прямыми выстрелами. Потому что там сводиться, наверное, по джаггеру особо смысла никакого нет. Ну и надеемся на то, что сейчас, если что, уже запикаемся в еще каточку. Так, также нужно не забывать, что у нас есть аптечки, которые могут давать возможность не станица. То есть оно отключает все статус эффекты, когда прожимается грамотная аптечка. И поэтому в моменте может быть потяжелее. Также, если вы работаете против иммунки, можете сразу смело давать лучше обычные выстрелы, нежели пробовать сливать против... Ай, хорошо, залетело вкусный крит. Не ожидал, он просто крита. Так, и оверк у нас падает на центре, но у меня 97%. Ладно. Молодой сейвит. Но нет смысла сейвить, у меня 99%. Ладно. Блин. Не получилось, к сожалению. Но, молодец, молодец. В любом случае, молодец. Грамотно сыграл. Молодой человек. Тега одного интересного. Так. Но против Джаггера, конечно, с оглушением я не знаю, что здесь было делать. Оглушение против Джаггернаута, оно ничего мне не дает. Поэтому было бы неплохо, если бы мы сейчас эту катку быстро бы закончили. И уже бы запикались в бой, где напрямую нужна была бы реализация вот этого вот всего дела. Так, пробуем обычными выстрелами накидочку оформлять. Хорошо. Джаггернарис улетает. Сразу следующего рискует. Мамонт под овердрайвом тоже статус эффекта не принимает на себя. Пробуем свестись по Аресу. Сразу добавку. Добавкой не сливаем. Добавляем еще. Овердрайв раздаем на своего тиммейта. Отлично. Сразу скрита. Добавочка. Еще. Добавочка. Еще. Ну и так можно чисто на оглушку садить молодых. Даже обычными выстрелами под критами. Ну это рабочий. Это рабочий. Страйкер в этом плане, но он супер хорош. Он супер хорош. И если у нас есть возможность еще реализации за счет таких вот интересных устройств, то это только в плюс. Только в плюс такой пушки. И на дистанции это будет очень хорошо себя показывать. Так, вот так вот просто на стопчик делаем. Плюс еще нужно не забывать, что этой комбиной можно очень эффективно сбивать овердрайвы противнику. Например, у игрока будет оверка. Вы видите, что он хочет ее зарядить. В этот примерный тайминг вы даете ему сводку. Сбиваете этот овердрайв, если у него нет оглушения. Ну а если вы сбиваете овердрайв, то считайте, вы уже на голову превзошли своего оппонента. На голову. Если не на две головы. Это очень тоже такая. Эффективная, интересная вещь, которая работает. Так, еще один иммунитет. Нет, не иммунитет. Только вот не могу понять, почему-то у меня есть такое ощущение, как будто одним выстрелом наносится статус эффект, а другим не наносится. Даже без прожатия аптечки. У меня вот есть такое ощущение. Где-то что-то работает, где-то не работает. Так, но у нас уже прошло 5 минут. Если вдруг, если вдруг мы здесь досрочкой не будет пахнуть, то я полноценно, наверное, переоденусь прямо здесь со своим устройством. Хотел дать выстрел. Ну, можно по стенке вообще. Давайте сейчас по стеночке. Добавкин. Хорошо. По 1800. Противник не сильный, да, поэтому дает возможность играть даже у себя на респе. Джаггер там вообще запутался в двух соснах. Так, ну это шестой килл. Быстрее бы закончить было бы очень хорошо. У меня сейчас будет овердрайв. Было бы вообще неплохо, если бы наш бы Джаггер пошел бы пушить. Ну вот противника Джаггер, например, уже выкатывает вперед. Первая сводка с нулевым уроном залетает. Так, прожимаем овердрайв. Раздаем криты своему тиммейту. Плюс добавочку. Отлично, Джаггер на респ улетает. Обычным выстрелом 3400. Овердрайв на центре еще один выпадает. Еще добавить. Еще добавить. Джаггера сводят. Блин, но сводят. Его попадают в меня, к сожалению. Так, Джаггер пошел в аккуратную, да? Да, у него 0 хп. Рисковать в его случае нету смысла. Вот, например, сейчас, видите, да, у двух противников есть овердрайва. Если бы, например, в тайминге сейчас бы арест прожимал бы свой вэвер. У меня была бы отличная возможность его обломать на этот овердрайв. Заступить его в самый неприятный момент для него. И, соответственно, реализовать уже свою комбинацию. Так, ну и у нас остается 8 минут до конца. Счет 7-1. В теории нам было бы неплохо уже переодеваться. Так, что у нас здесь? И муночки нету. Ну вот так вот. Вы просто можете, если, конечно, никто не мешает, даете сводку. Она подольше работает. И плюс сводка сама слетает. Поэтому мы должны внимательно. Но продлевать, она на продлевание очень хорошо работает. Чуточку хуже, чем было раньше. Но в целом, в целом, это все равно рабочее. То есть, вы садите на жопу, потом добавляете, опять садите, садите, садите. И в тот момент, когда вы понимаете, что противник остается плюс-минус на один выстрел, вы можете просто дать обычную, обычную тычку. И обычной тычкой уже его забрать. Так, по джаггеру наносим урон. Наносим урончик. У него там должно быть немного хп. Тикает под центр, за аптекой. Аптеку забирает. Минку ему на проходик ставим. Добавляем. Добавляем. И наши его уничтожают. Отлично. Хорошо. По очкам, по киллам ну не так жестко, потому что это джаггер. И в целом, акцент идет немножко на другое. Ну а так, что касаемо самого устройства, то оно явно начало жить совсем другой жизнью. И это уже ну совсем другое устройство. То есть, когда-то у нас что-то подобное было с обездвиживающими боеголовками. Только нужно понимать, что тогда у нас не было возможности наноса дополнительного статус-эффекта за счет критического выстрела. Сейчас эта возможность есть. И поэтому, например, если вы играли до сегодняшнего дня на страйкере с адреналином, то есть уже сегодня играть на страйкере с тем же оглушением намного-намного выгоднее и намного актуально. Поэтому присмотритесь, задумайтесь насчет этого и реализуйте. Так, ну а мы сейчас еще, я думаю, что чуть-чуть скатаем на обездвиживающих боеголовках. Посмотрим, что же по режиму будет. Если это будет вдруг еще один джаггер, то я его 100% перепикну. Потому что в джаггере мало вариантов реализации. Так, но она запикивает на осаду. Притом хорошую осаду. Мы уже в ней летим 0.2. Как раз таки на осаде возможность реализации этой комбинации есть. Да, только я единственное думаю, что, наверное, в осаде было бы так же неплохо уже иметь корпус, например, арес. Да, то есть, чтобы овердрайвы хорошие втушивать. Но мы попробуем на диктаторе что-то сделать. Либо же мы переоденемся. Сейчас, не знаю. Так, давайте пару с водочек попробуем хотя бы так поступить молодых людей. Резов от страйкера сейчас матчмейкинги практически нету, поэтому в принципе эффективность страйкера в целом точно будет. И что у нас по иммункам у противника? Ну, пробитие есть парочку. Может, мы даже не будем пробитие сегодня брать? Нет? Я хотел два устройства тут и стануть. А вот сейчас я думаю, что, может быть, мы страйкер с пробитием оставим? И сегодня ограничимся только страйкером с оглушением. Наверное, давайте так мы и сделаем. Так, есть возможность забрать точку. Страйкер с оглушением я думаю, что точно для осады смотрится лучше, чем страйкер с пробитием, потому что иммунок от оглушения на сегодняшний день большого количества нету. И мало вообще кто в этом заинтересован, мало кто это берет. И вот сейчас, когда Титан прожимал оверху, кстати, у меня была возможность хорошо сыграть и застопить его, но, к сожалению, я этого не сделал. Так, 60% овердрайва уже есть. Давайте попробуем тогда реализовать эту оверку и потом, потом, наверное, пойдем переоденемся и попробуем уже чуть-чуть хотя бы камбэкнуть эту катку. Опять меня смыщетожат. Я не понимаю, что за ерунда происходит в нашей игре, но меня уже за сегодняшний день, это третий раз, когда я запикиваюсь в бой, меня смыщетожат. Если после этого смыщетожения у меня еще не будет урона, нет, урон есть. Но почему смыщетожает, тогда я не могу понять. Сейчас меня смыщетожило и, по сути, мы, наверное... А, нет, нормально. Я уже думаю, мы потеряли точку. Так, 80% выражаю, наш арес очень жестко заселил сейчас точку. Вообще, в целом, есть здесь ребята в этой катке с нашей командой, которые очень стараются и хотят выиграть этот бой, но, к сожалению, мы летим 0-2 и с этим сложно что-то сделать. Пробуем давать сводочку по... Как раз таки грому, который стоит у нас. И по сути... Ой, по грому говорю, по Гауссу. По сути, если четко и грамотно делать сводки по Гауссу, то даже Гаусс не будет давать вам сводку. Даже супербыструю сводку он не будет успевать давать. Если вы будете именно поочередно на постоянной основе давать ему сводку в голову и садить его на оглушение. Поэтому страйкер с оглушением... Ну, наверное, полноценно вернулся. Наверное, вернулся, я бы сказал. Блин. Плохой овердрайв прожал, если честно. Блин, меня еще уничтожили. Ладно. Давайте пробовать переодеваться на арес. Переодеваться на арес. И под арес мы уже возьмем кризисом. Но вот эти вот замечательные вещи, конечно, очень круто. У нас сегодня начали появляться. Я же не играю в эту игру, не знаю, как что там меняется. Так. Ну, и хотелось бы хотя бы одну точку взять. По сути, эта комбинация уже когда-то была реализуемой. Был. Со сводкой есть проблема. Со сводкой есть проблема то, что сводка очень быстро слетает. Поэтому, если вы ловите противника на сводку в плохой видимости, то лучше этого не делать. Да, лучше чуть-чуть тайминг выждать, либо открыть его получше, да, и тогда уже наносить эту сводку. Потому что в моменте бывает очень сложно. Аптечку, что ли, вжалую? Че? Или иммунка от оглушения? Офигеть, иммунка от оглушения. Сейчас бы у молодых были сводки, иммунки от оглушения в таких катках. Жестко, жестко. По ряду, кстати, здесь тоже можно было что-то другое взять. Сейчас посмотрим, может быть, успеем еще переодеться. 3,5 минуты есть до конца. Так, отлично. Оглушку рабочую даем. Еще одну добавку. Это в таких режимах это больше командное устройство, да, то есть оно не будет давать супер большого количества очков. Оп. Ай-яй-яй-яй-яй. А у него была иммунка или не была? Паркурный. А, да, у него иммунка. Блин. Если бы сейчас у этого молодого человека не было бы иммунки, его бы шарик бы просто впустую бы. Работал бы в никуда. Потому что успевал я в тайминг как раз таки его глушануть. Вот эта тема очень бесячая и супер рабочая на страйкере и вообще на всех устройствах с оглушением это работает. Так, сводочку. Хорошо перед овердрайвом молодого стопим. Супер. Бомбически. Вот именно та идея, которая у меня была, она работает. Это очень хорошо. Когда идея работчая. Так, есть возможность забрать точку первую за 2,5 минуты до конца. Это очень хорошо. Хорошо. Первая есть. Если будем супер быстро сейчас забирать, то возможно даже на 3-3 камбэкнем. Точку сверху и я супер рад, потому что у меня есть оверка. Точка сверху. Нет, точка справа появляется. Плохо. Если бы точка была вообще сверху, но могло бы сработать. Так, попробуем прожать сразу оверку. Долго думать не буду. Сразу сжимаю на хил тиммейта, плюс на сейв правой зоны. Рабочий овердрайв. Плюс оглушение сразу. И плюс лаг сервера. Неприятный. Ладно. Пробуем обычными тычками тоже периодически работать, когда уже есть возможность быстрого слива противника. и если сейчас у противника... Ай-яй-яй-яй-яй, как неприятно мне сейчас залетело. Ладно, переодеваться не буду. Надеюсь, что наши тиммейты сейчас забирают точку, и я лечу сразу наверх. Нам надо чтобы они забрали, забрали, забрали. Пожалуйста, 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 хорошо. И сразу верхнюю мне дает. И мы сразу уходим на 3-3 за полторы минуты до конца. Это будет очень круто. Гаус не знаю, по кому сводится. Оглушение ему даем. Блин, точка боковая появляется, к сожалению. Лан, арес падает вниз. Шикарно. Хорошо. Сводка. Оглушка. Добавка. Оглушка. Добавка. Блин, нулячий урон. Ман, гаусы, конечно, бы здесь резис бы. Мне сейчас бы пригодился бы за минуту до конца, но мне нужно было бы потратить время на переодевалку. У нашего ареса есть оверка. И прямо сейчас нам нужно делать захват. На 30 секунд требуется для захвата полноценной точки. Поэтому нужно пробовать быстрее, 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 быстрее это делать. 5% овердрайва у меня есть. Я выдвигаюсь вперед, потому что нам нужно сейчас сыграть чуть грамотнее. Опа, викинга овердрайв, кстати, сейчас был в никуда прожат, потому что сработало как раз-таки то самое оглушение рабочее. Гаусс я не успел на стопинг посадить. Отличное сбитие расходки. Отлично, отлично, отлично. Нет, не успеваю я, к сожалению. Ай, точку не контролят. Блин, обидно, что точку никто не контролил. Я думал, что наши ребята контролируют ее. Я уже, в принципе, на агрессиях мог чуть-чуть разрулить ситуацию в пользу своих тиммейтов, но походу у нас все-таки точка уходит еще на противнику. Но, в целом, попытка камбэка неплохая. До конца поборолись с 0.3 до 2.4. Наверное, неплохой результат. В целом, что я могу сказать по страйкеру с оглушением? Это устройство точно начало жить новой жизнью. Это устройство, которое будет очень интересно смотреться в катках, где от страйкера нет резиста и, ну, даже, наверное, вот в той же осаде, да, то есть вы будете пикать против группы, у которых большое количество разных всяких иммунок, там, устройств, резистов, то есть там будут перекрыты все самые сильные пушки, которые есть на сегодняшний день для этого режима, там, по типу Гаусса, Рикошета, Грома, Скорпиона, и как раз-таки вот этот вот страйкер в таких боях, и не только в таких, да, и с диктатором можно его реализовывать не в осаде, да, то есть это будет работать, и работать будет эффективно с точки зрения именно командной игры, да, возможно, где-то соло в очках, это не будет видно так жестко, но с точки зрения командности, с точки зрения дополнительного буста, это будет сто процентов окупаться, и это будет работать, поэтому таким я бы, наверное, и хотел видеть раньше это устройство, оно не супер имбовое, но оно находится в хорошей, грамотной мете, поэтому, если вы еще не пробовали, обязательно попробуйте, я думаю, что вам понравится, по крайней мере, в каких-то моментах это устройство поиспользовать, у меня, друзья, на этом все, поддерживайте обязательно данный видос лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики, не забывайте про тег создателя контента, который находится в настройках игры, в аккаунтике, мой личный тег это тег.темп, установите его, поддержите меня, участвуйте в розыгрыше, итоги которого будет уже в это воскресенье, и, конечно же, участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов, уже завтра итоги этого розыгрыша, поэтому, ну, обязательно примите участие, я думаю, что лишние кристаллы перед скидками не будет, поэтому ссылочку в описании на видос оставляю, переходите обязательно на него, и выполняйте все условия, условия очень простые. У меня на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи, и всем пока.